И в этом видео я буду себе делать промежуточное окрашивание корней между осветлением. Hi everyone, с вами Eva Lorman, я автор и ведущая этого канала, который посвящен красоте. Посмотрите, как выросли у меня корни. Месяц уже прошел после моего предыдущего осветления, и они просто как сумасшедшие выросли. Я должна сказать, немало прилагаю усилий для того, чтобы нормализовать и улучшить, и ускорить рост волос. Предыдущее мое окрашивание, вот оно. Но, как я себе его делала, ссылку на этот ролик я оставлю в описании. А мы летс гоушки, друзья! Что такое промежуточное окрашивание? Месяц назад я делала порошковое осветление. Порошок, потом тонировка. С одной стороны волосы уже так хорошо отросли, что можно, в принципе, опять сделать порошковое осветление. Потому что за месяц у меня выросло, ну, примерно 2 сантиметра. Как я себе восстановила рост волос, ссылку на эти видео я оставлю в описании. Это, конечно, круто, очень хорошо, я этому рада. И только лишь по этой причине можно сделать опять порошковое осветление. Но я хочу опять взять на вооружение свою обычную технику осветления. Это один месяц порошковое осветление, потом через месяц промежуточное окрашивание. Потому что слишком большой контраст, черные корни и белые волосы. Вот для чего делается это промежуточное окрашивание корней. Чтобы убрать вот этот контраст, с чем я сейчас и займусь. То есть я решила, что все, я перехожу на более щадящий режим осветления. Итак, летс гоушке, друзья! Для вас важная информация. После блокировки Инстаграм ходят слухи, что могут заблокировать Ютуб на территории России. Если все-таки это произойдет, не отчаивайтесь. Выход есть, нам в помощь VPN. По сути, это маскировка геолокации. Изучайте, и мы остаемся с вами на связи. Очень много вопросов, где меня еще найти, кроме как на Ютубе. Перейдите в описание, вы найдете все ссылки на платформы, где я есть. И, пожалуйста, подписывайтесь туда. Кстати говоря, в Телеграме у нас намечается душевная атмосфера. Поэтому добро пожаловать всем. Но еще раз повторю, на Ютубе я так и буду продолжать выпускать свои видосики. И еще важный момент. Я стараюсь отвечать на все комментарии со временем, но оперативно отвечаю в первый час после выхода нового видео. Видео выходят по четвергам и воскресеньям в районе 14.30-16.00 по московскому времени. Поэтому, если хотите получить быстрые ответы на свои вопросы, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. И следите за временем. И еще момент. Смотрите всегда видео до конца, потому что очень часто вы задаете мне вопросы, на которые я уже ответила, но в конце. Для этого я буду использовать краску 10.0. Фирма Концепт. Это аммиачный краситель. Очень светлый блондин. Почему я беру именно этот цвет? Потому что у меня вот в этом месте присутствует седина. Это первое. И второе. Если я возьму какой-либо другой цвет, например, 10.8 фиолетовый, или 10.1 пепельный, самый напрашивающийся цвет, 10.1 пепельный цвет, потому что, в принципе, у меня здесь пепельный цвет волос. Но, если я возьму 10.1, этот цвет не закрасит мне, во-первых, седину. Вот в этом месте это первое. И второе. Корни, что от 10.1, что от 10.0, будут одинакового цвета. Ни одна краска никогда, особенно из черного цвета, не выведет вас в пепельный цвет. Хоть какая самая золотая, такого быть просто не может. Любой цвет, который я сейчас возьму, он сработает абсолютно одинаково. Будь краска любого цвета, осветление будет идти по одной шкале. Цвет корней будет в любом случае коричневого оттенка. Никогда натуральную базу краской не осветлить до холодных оттенков. Разница будет только лишь в том, что пепельный цвет у меня на вот этой границе, которая вот здесь будет, он у меня будет там доминировать. Именно вот здесь. А на контрасте цвета корней, который у меня получится, это даже нехорошо. Потому что цвет корней у меня однозначно будет сейчас, ну такого коричневого оттенка. Потом будет идти полоса пепла, а потом идет белый. То есть этого даже не нужно делать. Не надо брать эти цветные оттенки, потому что они вот здесь оставят полосу, которая мне, ну по крайней мере, точно не нужна. Поэтому абсолютно правильно будет сделать выбор в натуральную сторону. Это 10.0. Можно было взять 9.0, но я не хочу сейчас затемнять и долго держать тоже не буду. В общем, сейчас посмотрите, что из этого получится. В тюбике 100 миллилитров я возьму 60 миллилитров. Буду работать на 3% оксиде, не на шестерке, а именно на 3% оксиде, потому что если я сейчас возьму шестерку, очень быстро осветлятся мои корни и станут золотистыми. А мне это не нужно. Я не хочу ходить с золотистыми или с желтыми корнями. Я хочу просто убрать ярко выраженную границу черного и белого. Поэтому я беру низкий оксид 3%, чтобы немножко размазать эту границу. Вот и все. 3% оксида я тоже беру 60 грамм. Пока развожу краску, сейчас сделаю небольшой мордансаж себе вот в это место. Для этого беру просто оксид, наношу оксид без краски. Что такое мордансаж? У меня есть уже масса роликов на эту тему. Это разрыхление чешуек, чтобы краска лучше проникала в волосы. Вот я промазала себе зону, где у меня явно-явно есть прям седина. Между прочим, помимо того, что я себе делаю комплекс для роста волос, я сейчас еще занимаюсь сединой. У меня уже есть успехи в этом деле. И как только мой эксперимент завершится, я обязательно вас познакомлю с этим. Нанесла оксид и немного погрею это место горячим воздухом. И развожу краску. Видите, как все можно быстро делать. Если у вас больше седины, то вы то же самое делаете по всем зонам, где у вас седина. Если вы будете работать, например, в этой технике 6% оксидом, значит наносите 6% оксид в эти места. Развожу краску. Еще вот момент какой. Если у вас седина больше, чем у меня, там 30-40-50%, то вы сделали на все отросшие корни мордансаж, погрели. Но краску можно будет в вашем случае развести не один к одному, как я сейчас делаю, а меньше оксида, чем самой краски. Тогда краска лучше ляжет и больше, плотнее заполнит седые волосы. Все эти моменты нужно тестить. Всегда нужно тестить. Нужно понимать, что у вас за волосы, как они легко окрашиваются. То есть вот так вот взять и сказать, что всем одно и то же делать нет. Поэтому я всегда говорю, ребята, просто потестите. Если есть такая возможность, потестите. Это гораздо продуктивнее будет, чем нанести на все волосы сразу состав какой-нибудь, а потом не знать, что с этим делать. Все, я размешала состав и работаю быстро, потому что я не хочу, чтобы мои корни стали ярко-желтыми. Субтитры сделал DimaTorzok Что-то я так разогналась, забыла перчатки одеть. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, процесс осветления уже начался. Смотрите, видно, что уже корни не черные, а такие, скажем, холодно-коричневого цвета. И будет эффект, как будто я себе делала балаяж. То есть это такая обманка окрашивания. Прикорневая зона, которая отличалась у меня, например, вот был темный цвет, потом немножко желтоватый и белый. Она тоже затонировалась. И появится сейчас однотонный цвет, который мягко войдет в холодный коричневый. Если бы я взяла 6% оксид, то у меня бы уже корни были теплые. Сильно прям теплые, потому что десятка все-таки она такая. Девятку я не взяла только лишь потому, что мне не нужны здесь дополнительные оттенки. А девятка сейчас бы мне затемнила вот эту бы зону. Ну вот, как это выглядит сзади. Сзади, где короткие волосы, в принципе, смысла нет их там разграничивать. Я сейчас даже себе чуть-чуть притонирую основную массу волос. Сколько сидеть? Ну, сидеть немного, потому что нужно наблюдать, чтобы корни не стали рыжими. А так и остались более или менее холодными. Это значит минут 15-20. Вот я сейчас закончила, и я теперь буду наблюдать, как будет проходить этот процесс. Ну вот, друзья, прошли мои 15-20 минут. Если вот так вот раскопать волосы, видно, что корни стали холодного коричневого. Если взять шкалу нашу любимую, это примерно 6-0. То есть, главное, чтобы не ушло в желтый, в какой-нибудь оранжевый. Поэтому надо уже срочно идти купаться. Буду сейчас пользоваться вот этим шампунем для блонда. Замечательная серия вообще в концепте для блонда. Это называется «Совершенное сияние блонда». И потом сделаю себе еще реконструирующую маску для волос. Ну вот, я помыла голову. Нанесу сейчас спрей-маску 17 в 1. Восстанавливающая маска для поврежденных, сухих и ломких волос. Блонд. Блонд к этой категории и относится, какой он бы щадящий не был. Для еще пущей красоты. Эта маска не смывашка. С офигенной отдушкой. Сушимся. Ну вот, друзья, что у нас получилось. Осталось просто прикорневое затемнение, которое совершенно не бросается в глаза. То, чего и мне нужно было добиться. Получается такой более-менее плавный переход от корней, без резкой полосы черной, которая заканчивается и резко начинаются светлые волосы. Вот это и есть смысл таких окрашиваний. Промежуточное окрашивание между порошковым осветлением, чтобы можно было еще, так скажем, протянуть без порошка. Но еще, что важно вот в этом процессе. Первое. Долго тоже тянуть нельзя. То есть, вот я сейчас себе сделала. Теоретически, вот с такими корнями я еще спокойно могу проходить месяц. Но я этого не буду делать, потому что волосы достаточно быстро растут у меня сейчас. Благодаря моим манипуляциям, я скоро на этот счет обязательно сниму ролик. Он у меня в плане. Ну, практически на 2 сантиметра в месяц. Ну, не на 2, а может, ну, сантиметр и 8 миллиметров. Я уже это измерила. В общем, при таком моменте, так как волосы быстро растут, долго ждать нельзя. Если, например, я хочу оставаться блондинкой, а я хочу оставаться блондинкой, мне нельзя, чтобы у меня отросло слишком много темных корней. Потому что порошковое осветление, чем дальше от корней, тем сложнее будет делаться. Тем сложнее будет проходить осветление. Это тоже не вариант. Поэтому при стандартном отрастании волос, это усредненные данные, у кого-то меньше, у кого-то больше, но в среднем так, 1,2 сантиметра в месяц. При стандартном таком отрастании волос можно делать вот эту схему. Месяц мы сделали порошковое осветление с тонировкой. Через месяц отросло 1 сантиметр и 2 миллиметра. Делаем вот такое промежуточное прикорневое окрашивание, так скажем, чтобы убрать резкую границу ваших отросших волос с осветленными волосами. Проходит еще месяц, уже примерно 2,5 сантиметра отросло. И в это время мы уже делаем опять порошковое осветление. То есть для порошкового осветления безопасная длина это 2,5, ну максимум 3 сантиметра. Поэтому я через 2 недели, а то и через неделю, скорее всего, буду делать себе порошковое осветление опять. Потому что нельзя, чтобы корни тоже прям сильно отросли. Иначе будет граница. Вот сейчас у меня, если посмотреть на пробор, как бы нет никаких цветовых нюансов. То есть я нахожусь сейчас в натуральной базе. И корни у меня тоже в натуральной базе. Граница между корнями и осветленными волосами, ну скажем так, бликует и малозаметная сама граница. Она размыта. Если бы я взяла какой-нибудь холодный оттенок, то у меня вот эта граница была бы холодной. Прям вот шли бы мои темные корни, потом резко полоса пепельно-фиолетового или пепельно-жемчужного цвета, а потом были бы белые. И мне нужно было бы время для того, чтобы эту границу смыть. То есть мне бы пришлось помыть голову несколько раз подряд, там раза четыре, чтобы убрать вот эту границу, которую я не люблю. А при использовании натурального цвета у меня нет никаких пятен. Все полотно одинакового цвета и присутствует балаяш, как я и люблю. То есть затемнение у лица. Все замечательно. Волос блестит. Обратите внимание, прям блестит-блестит. И еще что я хотела сказать. Вы часто мне задаете вопросы. Я вот подстриглась, там та-та-та-та. Расскажите, как лучше всего отращивать волосы до коры, например. Я написала девчонкам, говорю, следите за тем, как я отращиваю. Я тоже отращиваю теперь коры. Смотрите, что происходит. Самое главное в отращивании это вот эта зона. Челка и вот эта зона. Потому что пока эта зона не опустится ниже мочки и даже вот сюда, смысла нет ничего делать. У меня уже такой вот сзади прям видны вот эти волосы. И если их не трогать, а это все оставить как есть, в принципе сзади можно отрастить даже небольшой каскад. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что, например, я хочу отращивать себе коры и я жду, пока у меня отрастет вот эта часть. Это самая главная часть в коры. И у меня сейчас угол также подстрижена стрижка. И вот таким образом эта часть отрастет. И снизу я волосы просто уберу. И по моим почетам коры у меня будет уже ну такое самое-самое короткое коры будет уже месяц через три. Почему я сейчас ухожу от этой системы каждый месяц осветлять порошком? Потому что я не хочу, чтобы у меня все время были светлые корни. Я возвращаюсь в свой балаяж. Я его люблю. Но на короткие волосы балаяж был не актуален, потому что на коротких волосах прикорневая зона, если темная, то это выглядит прям вообще так себе, потому что и так волос немного, а прикорневая затемненная часть она еще уменьшает этот объем. И получается как бы ну скудновато. А вот когда уже волосы длинные, то я прям вот советую всем делать именно прикорневую зону более темной, чем все остальные волосы, потому что так будет выглядеть во-первых, более естественно, во-вторых, идет обрамление лица, лицо становится более выразительным, а это всегда лучше, чем потерянное лицо или слившееся с цветом волос. У меня стрижка уже как кей-поп, айдал, татара-тара. Легким движением руки я превратилась в BTS. Ну в общем, на сегодня все. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии, их такое огромное количество. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления, а я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Бай-бай, эврион! С вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok